Доброго времени суток! В студии работает Руслан Ачиров. В течение следующих 25 минут вас ждет много полезной информации. Итак, смотрите в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий. Самые страшные происшествия на дорогах Якутии за последнюю неделю. Способы продления службы автомобильных шин. Влияние состояния колес на безопасность, сезонность. Сюжет о работе ГИБДД на Омского Улуса. Рубрика «Полезная за минуту». Езда по обочине. Ответственность. Повторение «Мать учения» правила дорожного движения в нашей студии проверит эксперт по недвижимости Клара Ючугяева. А в начале выпуска мы предлагаем вашему вниманию обзор автопроисшествий, которые произошли на дорогах нашего региона за прошедшую неделю. В Вилюйском районе в результате столкновения погиб один человек и трое были госпитализированы. 19 октября около 3 часов дня на 474-м километре федеральной автодороги Вилюй произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. В ходе проверки предварительно установлено, что 19 октября около 3 часов дня на автодороге Вилюй 30-летняя автоледи, управляя автомашиной «Тойота Альон», двигаясь со стороны города Якутска в село Верхневилюйск, не справившись с рулевым управлением, выехала на полосу для встречного движения, в результате чего совершило столкновение с автомашиной «Ниссан Тирана» под управлением 64-летнего водителя, движущегося в сторону села Илбингя Вилюйского района. В результате дорожно-транспортного происшествия трое участников были госпитализированы, а 44-летний пассажир автомашины «Тойота Альон» с тяжелыми травмами был доставлен в медучреждение, где на следующий день, не приходя в сознание, умер. В момент ДТП он находился на переднем пассажирском сидении слева, ремнем безопасности не был пристегнут. По данному факту ДТП материалы переданы следствию. Владимир, как вы можете прокомментировать данное ДТП? В данном дорожно-транспортном происшествии, в принципе, уже понятно, что водитель «Тойота Альон» выехал на полосу для встречного движения, в принципе, которую, опять же, не должен был делать. Ну и, опять же, в первую очередь для водителя маневр должен быть безопасным, и после этого уже он либо должен выезжать на полосу для встречного движения, если он хочет обогнать машину, но, опять же, перед этим он должен убедиться в безопасности своего маневра, ну и, опять же, соблюдать безопасную скорость движения. Ну и тем более сейчас у нас погодные условия опять каждый день меняются, и, соответственно, водителям нужно быть предельно внимательными на дорогах. В Алданском районе на федеральной автодороге Лена зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие, в результате которой телесные повреждения получили два человека. 19 октября около трех часов дня на 664-м километре автодороги Лена 40-летний водитель, управляя грузовым тягачом «Вольво» с полуприцепом, двигаясь со стороны города Якутска в сторону города Алдан, не учел дорожные и метеорологические условия, не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением транспортного средства, в результате чего допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Тойота Калдино под управлением 51-летнего водителя, движущимся во встречном направлении. В результате ДТП 51-летний водитель и 70-летняя женщина-пассажир Тойоты с переломами нижней конечности были доставлены и госпитализированы в травматологическое отделение. Проведенное освидетельствование не выявило у автомобилистов факта употребления алкогольных напитков. Со слов водителя автомобиля «Вольво» на повороте дороги, транспортное средство занесло на встречную полосу движения, где и произошло столкновение с другим автомобилем. В Якутске пьяный водитель совершил дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей. Предварительно установлено, что 22 октября в 18 часов 50 минут в населенном пункте Хатасы города Якутска водитель, управляя автомобилем «Тойота Хайс», двигаясь по улице Каландрашвили возле дома номер 2 со стороны села Хатасы, в сторону города Якутска, не выдержав безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «Тойота Лэнд Крузер», совершил столкновение, при этом от удара «Лэнд Крузер» отбросило с проезжей части. Не сумев остановить «Хайс», водитель совершил столкновение с автомобилем «Тойота Саксид», который стоял на проезжей части с левым поворотом. От удара «Тойота Саксид» выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Ипсум», который двигался со стороны города. По предварительным данным, пострадавших нет. По результатам освидетельствования, водитель автомобиля «Тойота Хайс» находился в состоянии алкогольного опьянения. Проводится административное расследование. Владимир, что по поводу данного ДТП? Госавтоанспекция, опять же, не в первый раз напоминает о том, что водителям не следует употреблять алкогольные напитки, когда они собираются садиться за руль, соответственно. Ну и, опять же, это не допускается правилами дорожного движения. Ну и, в принципе, опять же, гололед сыграл свою роль. И, в принципе, если бы водитель даже трезвый при гололеде транспортным средством, можно сказать, управляет уже более или менее. Но если человек уже в нетрезвом состоянии, то, в принципе, тут уже без вариантов, как говорится, в любом случае даже транспортное происшествие у нас вот как получилось и произошло. Спасибо. Ну а мы продолжаем. Являясь единственным посредником между машиной и дорогой, резина дает возможность водителю контролировать средства передвижения. Автопроизводители рекомендуют перед любой поездкой проводить осмотр всех колес и проверять давление в них. Эти простые действия помогут избежать возможных проблем во время пути. О том, как выбрать и хранить автошину, мы расскажем в следующем сюжете. Каждый водитель с большим стажем управления транспортным средством отлично понимает, насколько важны на дороге качественные и надежные шины. От состояния покрышек зависит хорошее сцепление с дорожным покрытием, длина тормозного пути автомобиля, легкость вхождения в повороты и управляемость машиной. При покупке шины важно обратить внимание на определенные детали. А от правильного хранения будет зависеть сроки службы. При покупке надо обратить внимание на дату выпуска шины. Это что очень важно. Дату выпуска шин на боковине шины неделя, год. И чтобы она сохраняла свои свойства, надо, конечно, хранить в первую очередь хорошо. Допустим, если шина без дисков, тогда надо его хранить в стоячем положении, то есть вот так вот. В гараж вот так поставили где-нибудь или облокотили. Ну и тут комплект, допустим, вот так. А если шины с дисками, то уже хранится она, если с дисками, в подвешенном состоянии, на цепи, допустим, на гараже где-нибудь сбоку, или просто вот так вот, друг на друга, лежа, в лежачем положении. То есть с дисками в таком положении, без дисков вот в таком положении. Ну и что, ну от себя могу подчеркнуть, что, ну, этого, наверное, практически никто не делает. Но, допустим, производители, да и эксперты шин, они... Есть люди, которые смазывают шины моторным маслом. Для чего? Для хранения, чтобы она не теряла свои эластичные свойства. Потому что шина все равно это резина, она засыхает со временем, с годами. Из-за этого, чтобы продлить срок службы, да, смазывают моторным маслом. Каждая установленная на транспортном средстве шина должна соответствовать рекомендациям эксплуатационной документации транспортных средств. Северный район требует для автомобиля зимнюю-летнюю резину. Наиболее популярны шипованные резина. Шины с шипами, противоскольжение. В случае их применения должны быть установлены на все колеса транспортного средства. Запрещается эксплуатация транспортных средств, укомплектованных шинами, шипами, противоскольжения в летний период, так и июнь, июль, август. Также запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами, в зимний период. Это декабрь, январь, февраль. Зимние колеса устанавливаются на все колеса транспортных средств. Шина считается непригодной, если остаточная глубина протектора составляет менее 1,6 мм для легковых транспортных средств, 1 мм для грузовых транспортных средств и 2 мм для автобусов. Также хотелось бы напомнить, что в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Республики Саха-Якутия рекомендуем участникам дорожного движения соблюдать дистанцию до впереди движущей транспортных средств. Также, подъезжая к пешеходным переходам, заблаговременно снизить скорость, дабы избежать наезда на пешехода. При выборе новых шин важно определиться с новой категорией и с производителем, который пользуется доверием потребителей. Чем лучше качество шин и надежный их производитель, тем дольше срок эксплуатации резины. Правильный выбор шин способен обеспечить безопасное движение. Продолжение следует... ...транспортной инфраструктуры. Ну и в самой аббревиатуре уже как бы заложены безопасные качественные дороги. В этом проекте принимают участие 83 субъекта Российской Федерации и 104 городских агломераций. Республика Саха-Якутия, в том числе город Якутск, в данном проекте участвует с самого начала, то есть с 2019 года. За это время отремонтированы улицы, построены новые объекты дорожной инфраструктуры. Если в первый год, в 2019 году было сдано всего 122 километра автомобильных дорог, то уже в 2020 это было 210 километров, в 2021 дошли до 220 километров, и в 2022 году, в этом году, дорожные работы еще ведутся, но поставлена задача о сдаче 239 километров автомобильных дорог. Это из крупных объектов, которые хочется отметить, это реконструкция автодороги НАМ, 7,2 километра. Жители города это уже увидели, оценили. Этот год, этот проект был на самом деле запланирован до 2023 года, а вот этот отрезок, но он был сдан с опережением в этом году осенью, и работы по нему будут продолжены еще и в 2023-2024 году, где жители республики Сахаи-Якутия увидят ту дорогу, по которой хочется действительно ездить, безопасной и качественной дорогой. Действительно, это такой достаточно длительный по продолжительности проект. А есть ли уже, можно ли подвести какие-то промежуточные итоги к данному времени? Как я уже говорил, вот этот проект, он до 2024 года, промежуточные итоги подводить, наверное, еще немножко рано. Даже итоги 2022 года, работы, как я уже сказал, еще не закончены, они ведутся. Но в итоге мы должны получить те дороги, по которым действительно хочется ездить, но они должны быть надежными дорогами. В этом и состоит главная задача. Можно ли реализацию данной программы назвать одной из причин повышения безопасности дорожного движения? Ну, понимаете, в этот проект, национальный проект, вложены не только те понятия, что должны построить дороги, а также строятся мосты. В этом году был сдан объект Аллах-Юнь, это большой мостовой переход на 236 метров, если не ошибаюсь. Ну, и также большой проект реализуется в Ленском и в Тампонском районе. Срок сдачи там 23-24 год. Ну, это же у нас как идет. Вот, например, мы дороги строим, и там комплекс мероприятий, тот же самый сохранность автомобильных дорог. В прошлом году был построен автоматический пункт весогабаритного контроля, 56-й километр автомобильной дороги у нас, который в этом году он заработал. И он призван для того, чтобы сохранить наши дороги, чтобы по этим дорогам уже не ездили с нарушением перевеса и так далее. По безопасности автомобильных дорог. Ну, в 2017 году в ГКУ управления автомобильных дорог было изначально передано 53 камеры фото-видеофиксации. И в настоящий момент по республике у нас на нашем балансе 154 камеры фото-видеофиксации. Ну, камера фото-видеофиксации, она изначально призвана для профилактики административных правонарушений. Мы являемся одним из немногих регионов, которые фиксируют камерами фото-видеофиксации не только нарушение скоростного режима, а также у нас 16 перекрестков. В основном это, конечно, в городе Якутске, также в Мирном и в Нерюнгре. В этом направлении работа будет продолжена. В этом году было приобретено еще 26 камер фото-видеофиксации, которые будут установлены в 2023 году. Ну, и Министерство транспорта, дорожного хозяйства, а также ГКУ управления автомобильных дорог, она не зацикливается, на месте не стоит. Мы рассматриваем новые технологии. И в этом году, вот, я забыл еще отметить, что все деньги с камер фото-видеофиксации, это принципиально для республики Саха-Якутия, они все находятся на государственном балансе. И все деньги, которые поступают, они со штрафов, с административных постановлений, они идут в дорожный фонд. С этого дорожного фонда уже реализуются такие проекты по безопасности дорожного движения. В этом году приобретены 5 новых комплексов автораган МС, которые будут фиксировать административные нарушения в радиусе, ну, 360 градусов. Устанавливаются на патрульный автомобильный транспорт и фиксируют практически все административные нарушения, которые есть в административном кодексе, ну, которые встречаются, можно сказать, на дороге. Но, по-моему, даже в данное время проводится тестирование. В настоящее время, да, проводится тестирование. И 27-го числа будет передача на безвозмездное пользование сотрудникам ГИБДД. Ну, надо сказать, что видеокамеры, как бы их не особо любили автолюбители, да, ну, владельцы автомобилей, но, тем не менее, они призваны для того, чтобы повысить безопасность дорожного движения. В первую очередь, это профилактические. Камеры мы устанавливаем не так, как кто-то захотел, давайте тут камеру поставим. Это большой кропотливый труд и обязательно идет согласование с ГИБДД. Как правило, они устанавливаются в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, на потенциально опасных местах дорог, ну, также около общеобразовательных учреждений. Друзья, ну, а я напомню, что у нас в гостях был Георгий Васильев, заместитель генерального директора управления автомобильных дорог Республики Саха-Якутия. Благодарим вас и желаем успехов в работе. Спасибо. Спасибо. Ну, а мы продолжаем и в следующем сюжете мы расскажем о работе ГИБДД на Амского УЛУСа. Изо дня в день и в любое время суток сотрудники ГАЗ-автоинспекции выполняют много задач. Шесть инспекторов дорожно-патрульной службы круглые сутки обеспечивают порядок и безопасность на дорогах в любых погодных условиях. На центральной улице поток машин, как обычно, плотный. Во время рейдов полицейские останавливают десятки нарушителей. В основном упоры делаем для выявления грубых нарушений правил дорожного движения, то есть водителей, находящихся в состоянии опьянения, а также водителей, не имеющих право управления транспортными средствами. По итогам девяти месяцев имеется снижение по общему числу дорожно-транспортных происшествий на 36%. То есть в этом году зарегистрировано 22 дорожных происшествия. Так, личным составом ГИБДД выявлено 3177 административных правонарушений в области дорожного движения. В том числе за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения задержано 135 водителей. Как показывает анализ, основной причиной дорожно-транспортных происшествий в районе является низкий уровень культуры участников дорожного движения, отсутствие желания соблюдать простейшие требования правил дорожного движения. В районе установлено 5 автоматических камер фиксации правонарушений. Как отмечает начальник, с момента установки камер водители значительно соблюдают правила дорожного движения. Как все думает народ, люди ГАИ, у ГАИ месячники, они должны выполнять планы. Нету такого. В ГАИ нету такой цели. ГАИ не преследует цель какой-то план выполнить, где-то больше составлять. Наша цель заключается в том, чтобы предотвратить дорожно-транспортные происшествия, снизить статистику ДТП с пострадавшими. Практически у всех людей в селе Намцы рано или поздно возникает потребность получить права для самостоятельного управления транспортным средством. Сотрудниками ведется большая работа по приему теоретического и практического экзаменов на право управления транспортными средствами. Кандидаты в водители выполняют обязательные упражнения. Это параллельная парковка, а также постановка транспортного средства заднего входа на стоянку и горка. Профилактика безопасности дорожного движения является неотъемлемой частью эффективного управления воспитательным процессом. В детских садах и школах УЛУСа сотрудниками госавтоинспекции ежегодно организуются традиционные мероприятия. Последние два года мы не имеем дорожно-транспортных происшествий с погибшими. Это прежде всего связано с хорошей расстановкой, с хорошей организацией со стороны нашего отдела, со стороны управления ГИБДД. Сегодня в рядах подразделения Намского УЛУСа служат грамотные, профессионально подготовленные специалисты, которым по плечу обеспечение безопасности на дорогах УЛУСа и предотвращение административных правонарушений и раскрытие преступлений. Езда по обочине – это одно из самых популярных и одновременно ненавидимых нарушений, которые порождают пробки, дорожные конфликты и народную борьбу с обочечниками. Какое наказание предусмотрено за езду по обочине, напоминает госавтоинспекция. Все мы знаем, что проблемой многих городов являются большие пробки, которые усиливаются в период вот такой дорожной нераспутицы, ухудшения погодных условий. В это время при возникновении пробок многие водители, скажем так, допускают и любят обогнать стоящую пробку по обочине, то есть с правой стороны, что порождает еще большую пробку и возможные дорожные конфликты. Госавтоинспекция напоминает, что ответственность за данное правонарушение предусмотрена статьей 12.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Это нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, которое влечет административную ответственность в виде штрафа в сумме 1500 рублей. Ну а сейчас мы переходим к любимой многими телезрителями рубрики, где горожане проверяют свои знания правил дорожного движения. И сегодня свои знания проверит Клара Ючугяева, эксперт по недвижимости, руководитель агентства недвижимости Сенчури 21 премиум. Здравствуйте. Здравствуйте. Клара, ну у нас традиционный вопрос. Какой у вас стаж вождения? Ну более 10 лет. Более 10 лет. Волнуетесь перед тестом? Да, волнуюсь. Ну не волнуйтесь, желаем вам удачи. Итак, давайте начнем. Первый вопрос. Знаки предупреждают вас о том, что варианты ответов. Через 150 метров находится пешеходный переход. На протяжении 150 метров возможно появление пешеходов на проезжей части. Через 150 метров находится пешеходная дорожка. Так, ну первая, наверное. Вариант номер 1 выбираете. Хорошо, следующий вопрос. В каких направлениях регулировщик разрешает вам движение? Варианты ответов прямо и направо. Только прямо. И третий вариант во всех направлениях. На всех направлениях. Вариант номер 3. Вариант номер 3. Кто должен уступить дорогу? Варианты ответов водитель, намеревающийся начать движение от тротуара. Водитель, намеревающийся остановиться у тротуара. И третий вариант. В данной ситуации водителям следует действовать по взаимной договоренности. Должен вступить этот, который собирается с тротуара выезжать. То есть вариант номер один. Принято. Можно ли вам после опережения грузового автомобиля продолжить движение по левой полосе вне населенных пунктов? Варианты ответов. Можно. Можно, если вы управляете легковым автомобилем. И третий вариант. Нельзя. Ну нет, наверное. Нельзя, наверное. Так, вариант номер три. Ну да. Принято. Разрешено ли вам остановиться на легковом автомобиле в указанном месте? Варианты ответов. Запрещено. Разрешено. И разрешено, если вы намерены высадить пассажира. Третье, наверное. Третье разрешено, если вы намерены высадить пассажира. Ну да, я хочу высадить. Принято. Разрешено ли вам выехать на перекресток, за которым образовался затор? Варианты ответов. Запрещено. Разрешено. Разрешено, если вы намерены выполнить поворот. Ну, наверное, я постою. То есть... А, нет, ну, как бы разрешено же, по идее. Почему запрещено-то? Так, выбираем. Я, наверное, тогда второй выберу. Вариант номер два. Хорошо принято. Вы намерены продолжить движение в прямом направлении. Ваши действия. Варианты ответов. Проедете перекресток первым. Уступите дорогу грузовому автомобилю. Ну, вступлю. Потом поеду. Это помеха справа уже будет. Помеха справа. Уступаете дорогу грузовому автомобилю. Угу. Принято. Кому вы обязаны уступить дорогу при повороте налево? Варианты ответов. Только автобусу. Только легковому автомобилю. И третий вариант. Никому. Ну, это главная дорога же нарисована. Поэтому, наверное, я проеду никому. Никому. Третий вариант. Принято. Разрешается ли движение задним ходом на автомагистрали? Варианты ответов. Разрешается, если транспортное средство находится правее сплошной линии разметки, обозначающей край проезжей части автомагистрали. Второе. Разрешается. И третье. Запрещается. 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 Принято. Дальнейшее движение транспортного средства даже к месту стоянки или ремонта при негорящих, отсутствующих фарах и задних габаритных огнях запрещается. Варианты ответов только в темное время суток, только в условиях недостаточной видимости и в обоих перечисленных случаях. В третьих, наверное. Третий вариант. В обоих перечисленных случаях. Принято. Друзья, ну что, наша участница, наша гостья ответила на все 10 вопросов. И сейчас предоставляем слово для разбора данного теста. Наталья Ленских. Это эксперт автошколы «Фаворит». Здравствуйте. Здравствуйте. Клара ответила на 10 вопросов. И первый вопрос был. Знаки предупреждают вас о том, что и правильный ответ. Через 150 метров находится пешеходный переход. Вы ответили правильно. В каких направлениях регулировщик разрешает вам движение? Вы выбрали третий вариант ответа во всех направлениях. Нет. При таком сигнале вам разрешено движение только прямо и направо. Кто должен наступить дорогу? Действительная дорога должна наступить водитель, намеревающийся начать движение от тротуара. Вы дали правильный ответ. Можно ли вам после опережения грузового автомобиля продолжить движение по левой полосе вне населенных пунктов? Вне населенных пунктов необходимо держаться правой полосы. Вы дали правильный ответ. Разрешается ли вам остановка на легковом автомобиле в указанном месте? Остановка запрещена, если от автомобиля до сплошной линии разметки будет менее трех метров. В данном случае, конечно, если вы остановитесь до сплошной линии разметки, трех метров не будет. Вы ошиблись. Правильный ответ будет запрещен. Разрешено ли вам выехать на перекресток, за которым образовался затор? Несмотря на то, что светофор разрешает вам движение, но за перекрестком затор, то есть двигаться некуда. Поэтому правильный ответ будет. Разрешено, если вы намерены выполнить поворот направо или налево. Прямо ехать некуда. Вы намерены продолжить движение в прямом направлении. Ваши действия. Вы рассуждаете абсолютно правильно, то есть в данной ситуации мы должны уступить дорогу грузовому автомобилю, так как он для вас помеха справа. Кому вы обязаны уступить дорогу при повороте налево? Двигаясь по главной дороге, никому дорогу не уступаем. Это правильный ответ. Разрешается ли движение задним ходом по автомагистрали? Верно ответили. Движение по автомагистрали задним ходом запрещается. Дальнейшее движение транспортного средства даже к месту стоянки или ремонта при негорящих, отсутствующих фарах и задних габаритных огнях запрещается. И в темное время суток, и в условиях недостаточной видимости. В обоих перечисленных случаях вы дали правильный ответ. Клара, вы, ответив на 10 вопросов, на 3 вопроса, дали неправильные ответы. Рекомендую вам повторить правила дорожного движения. 10 лет стажа – это уже достаточный опыт и достаточно для того, чтобы что-то забылось. Хорошо, спасибо. Вот и подошла к концу наша передача. Дорогие зрители, будьте бдительны, берегите себя и соблюдайте правила дорожного движения. До новых встреч в эфире.